Сегодня тема лечения розации. Сразу скажу, что тема непростая, потому что розация, сколько она исследуется, сколько десятилетий, и тем не менее причина ее до сих пор не ясна, а соответственно нет причины, нет лечения этиологического. Сколько врачей, столько и мнений, сколько пациентов, столько и вариантов лечения. И поэтому мы будем разбирать разные аспекты, потому что очень много исследований, но зачастую они, по лечению розации, но зачастую они очень малочисленные. То есть нет исследований на десятки, сотни тысяч пациентов, рандомизированных, многоцентровых и так далее. То есть таких исследований, как, например, ведутся в кардиологии, в онкологии. Потому что розация – это, в принципе, не настолько тяжелое заболевание, чтобы оно было какое-то там жизненно необходимое проведение вот таких огромных и, конечно же, дорогостоящих исследований. Поэтому чаще всего исследования такие на десятки человек. И понятно, что если 60 человек разделить на 4 группы по 12 человек, то это уже не статистически достоверные значения. То есть да, этим можно что-то для себя, наверное, подтвердить, но с такими исследованиями выдвигать большие теории на весь мир, например, это было бы маловато. Поэтому будем смотреть все, что есть. Итак, розация или розовые угри – это хроническое заболевание кожи, которое проявляется в виде эритемы, телеангиоэктазии, папулы пусту. Если у вас тихо, попробуйте с наушниками. Я не знаю, с какого устройства это делаете, но всем остальным нормально и всегда нормально. Значит, проблема в вашем устройстве. Если вы с ноутбука, попробуйте с наушниками. Тогда будет все нормально. Для того, чтобы поставить диагноз розация, достаточно всего одного пункта из этих четырех. Ну, не пустулы, а среди трех. То есть эритемы, телеангиоэктазии – это то, что мы называем куперозом, и папулы и пустулы. Просто папулы, бывают просто папулы, бывают папулы с присоединением пустул. Сразу скажу про пустулы, да, то есть как отличить розация от акне. Если сделать посев пустул, то пустулы будут стерильные, либо там будет обычная флора кожная, та, которая берется там из любого другого участка кожи. При акне там находятся пропионы, бактериум акне. Но розация не исключает того, что у человека может быть и акне тоже. То есть здесь при постановке диагноза нужно четко понимать, это папулу пустулезная форма розации или это розация плюс акне. Потому что это тоже реально, это тоже возможно. При гистологическом исследовании в препаратах находится дегенерация матрикса дермы, повреждение эндотелия сосудов, то есть увеличение проницаемости стенок сосудов, накопление в коже медиаторов воспалений, продуктов обмена, то есть это отек кожи и постоянное воспаление не только в области папула именно, но и вообще везде, где есть это покраснение. То есть это обычно нос, щеки, часто лоб, подбородок. В принципе, может быть поражено все лицо, кроме области вокруг глаз. Обычно они тогда белые, как будто человек сходил в солярий и у него в солярий в очках, или с гор спустился, загорел, и вот только что загорел, то есть лицо красное, а глаза белые. Также неспецифический воспалительный инфильтрат вокруг расширенных капилляров дермы. Причем там не только капилляры, а еще и венулы именно верхнего сосудистого сплетения дермы. То есть понятно, да, что розация – это в первую очередь воспаление дермы и именно вокруг сосудов. То есть здесь всегда задействованы сосуды. При акне, например, не задействованы сосуды вообще. Там все находится вокруг волосяного фолликула. Там вот единица акне – это волосяной фолликул с воспалением в нем. Единица розация – это сосуд. Это дерма с сосудом. Причины куперозы и телеангиоэктазии. Сейчас я стрелочку здесь сделаю, вот указка. Итак, вот в верхнем сплетении дермы сосудистом и происходит расширение сосудов. Вот здесь, прямо под эпидермисом. Поэтому их так хорошо видно. Пока они мелкие, это будет просто эритема. Сначала она транзиторная, то есть она приходит и уходит. Там, не знаю, жарко стало человеку, у него вспыхнуло лицо, или какой-то стресс, или, не знаю, поднялся на третий этаж, вспыхнуло лицо, а потом проходит. Но постепенно эта эритема становится постоянной, то есть всегда красное лицо. Начинают расширяться, это сначала сосуды практически невидимые, но под лупой их видно. А потом они начинают расширяться и становятся уже видимыми. То есть уже достаточно широкими, их издалека потом становится видно. Так, соответственно, почему это происходит? В первую очередь, это наследственность. То есть если у родителей была розация, или там бабушек, дедушек, то и, скорее всего, у детей и внуков тоже повышена вероятность того, что тоже будет розация. Потому что это может быть и склонность, так как никто не знает, от чего появляется розация, то это может быть и слабость сосудов за счет аномалии в структуре коллагена, и гиперактивность иммунной системы местной, кожной, потому что мы помним, что это все воспаление, то есть продукция слишком большого количества медиаторов воспаления по каким-то причинам. Это и склонность к чувствительной коже, люди чаще розации болеют, у которых светлая чувствительная кожа. а также люди, которые чаще подвергались воздействию солнечного излучения, то есть фотостарение тоже усугубляет состояние розации, может его вызвать. То есть, если все было нормально, но, допустим, берем две сестры, да, одна на севере живет, другая на юге живет, то у сестры, которая на юге, больше вероятность того, что у нее будет розация. А та, которая на севере, если это не север, где только минус 40, а более такой, ну, спокойный климат, но при этом инсоляция там сильно ниже, там вероятность розации меньше. Дегидратация кожи тоже плохо влияет при розации. Как я уже сказала, кожа чувствительная, это люди со светлой кожей, чаще кожа нежирная, и, соответственно, при неправильном уходе тоже будут расширяться сосуды дермы, и мы можем получить тоже розацию, мы можем получить стойкую эритему лица. То есть, эритематозный тип розации. И воздействие раздражающих факторов, конечно же. Это, ну, я их потом позже перечислю, но я их лучше перечислю сто раз, потому что их много, и они очень частые, мы с ними все встречаемся постоянно. Это мороз, это ветер, это жара, это горячая еда, это специи, это молоко, это шоколад. То есть, достаточно много таких, ну, вещей, которые мы все всегда встречаем их в жизни. Итак, высокие температуры, причем это не только бани, это просто жизнь в жарком климате, это горячая ванна, это горячий душ, это умывание горячей водой, это просто горячая еда, то есть привычка пить кипяток, ну, вот чай, чтобы прямо аж кипяток был, или кофе. Это привычка есть тоже очень горячую еду, с пылу, с жару. Это все приводит к тому, что расширяются сосуды в области лица, причем были исследования по этому поводу, там и за счет рецепторного воздействия, то есть, когда горячие воздействуют на рецепторы рта, то автоматически вспыхивает лицо, плюс выделяются еще медиаторы воспаления. Ультрафиолетовое излучение, как я уже сказала, люди, которые любят позагорать, у них чаще всего бывает купероз, причем как на лице, так и на декольте, но розация – это поражение именно области лица. И, как я уже сказала, есть четкие, достаточно гистологические признаки розации. Курение тоже ухудшает состояние сосудов, соответственно, усугубляет розацию. Специи и пряности тоже вызывают такое вспыхивание лица. Алкоголь любой за счет ацетальдегида, то есть, когда алкоголь разрушается в нашем организме, вырабатывается ацетальдегид, и это приводит тоже к расширению сосудов в области именно лица. Не везде, а четко лица. Психоэмоциональные всплески, стрессы. То есть, есть люди, которые краснеют от ярости или, наоборот, от стеснения. Это тоже звоночек к тому, чтобы быть аккуратнее с другими факторами, провоцирующими розация. Потому что у них уже есть реактивность сосудов, обычно это все понятно уже в молодом возрасте, а средний возраст розации – это от 30 до 50 лет. То есть, если в 20 лет девушка краснеет от стеснения, то, значит, нужно быть аккуратнее, чтобы в 30 лет у нее не было уже популезной формы розации. И раздражение кожи наружными средствами. Это всегда можно спровоцировать какими-то химическими пилингами, жесткими умываниями, просто неправильным уходом, какими-то средствами с кислотами для ежедневного применения, когда очень много каких-то раздражающих факторов, дегидратирующих факторов, скрабами и так далее. То есть, все, от чего тоже краснеет лицо. Даже скатки. Вот их, когда скатываешь, лицо краснеет. Или маски, вот эти пленки, которые пил офф, которые надо вот так вот снимать, от них лицо вспыхивает. И вот это точно то, что нужно исключать. Типы розация. Вернее, даже подтипы и один вариант. В течение многих лет было много классификаций розация, и до сих пор Россия так и не может определиться, какой классификации. В разных лечебных заведениях придерживаются немножко разных классификаций, в разных учебниках они тоже разные. И поэтому я взяла мировой вариант, который, в общем-то, ВОЗ принял. Это подтипы розация. Четыре подтипа и один вариант розация. Раньше к розации, кстати, относили еще и другие типы. Там и розация вследствие использования глюкортикостероидов, фульминантный тип, граммоотрицательный тип, переоральный дерматит относили к розации. В итоге от этого отказались и оставили только четыре типа и один подтип. Но при этом это не стадии розация. Это именно типы, и они не всегда переходят один в другой. Они могут сочетаться у одного и того же человека, но это не значит, что это стадии. У каждого типа есть еще своя степень тяжести. Но стадий, стадийности нет. То есть, в принципе, понятно, что эритоматозный телеангиоэктотический тип это самый легкий тип, потому что там нет папул никаких. Просто красное лицо. Нанес тональный крем, запудрился и пошел. И как бы нормально. И, в принципе, обычно люди не считают себя больными, не обращаются к дерматологу. К косметологу могут обратиться, сказать, что-то у меня лицо красное. А некоторые просто считают, что это румянится, так даже красивее, потому что не надо румян наносить. И так они считают до 60-70 лет. А потом им кто-то может сказать, мадам, у вас розация. То есть, это тип, который встречается на самом деле чаще всего. Очень сложно подсчитать, сколько же процентов людей страдают от эритоматозно-телеангиоэктотического типа розации. Потому что, как я уже сказала, люди с ним, к докторам не обращаются. Соответственно, статистику сделать невозможно. Но я могу сказать свои наблюдения. В основном статистика не по России, как всегда, а по США, допустим. В США, это где-то около 10% населения. Считается, что 14 миллионов человек. Вот. Когда я ездила в США и в Европу, и там... Ну, в США я не общалась с косметологами. В Европе я общалась с косметологами, которые... русскими косметологами, которые туда приехали, которые там живут и много лет работают. И мы, когда приезжали с выставкой, с гельтеком, то у нас же есть продукты для лечения розации. Да, при куперозе. Там тот же гель антикуперозный. И я каждый раз, когда к нам подходили к стенду русские, спрашивали, а что вы здесь такое интересное продаете? Для чего у вас косметика? Так как, ну, все знают, что у нас косметика для всего, то, конечно, я у них спрашивала, а вам для каких проблем? То есть, с какими проблемами у пациентов вы работаете? И когда я спрашивала купероз, например, мне никто не сказал, что у них есть проблема купероза. У наших русских косметологов, у всех есть пациенты с куперозом. Их очень много. У всех. Одной из самых частых лазерных процедур в клиниках является удаление сосудов. Это одна из самых частых процедур, потому что практически все вот в Москве, в мегаполисе, у всех есть расширенные сосуды. У очень многих есть эритема на лице, у очень многих есть расширенные сосуды. То есть купероз, а это, в принципе, эритематозный телеангиокететический тип разация. Просто в очень легкой форме. Ну, то есть я не говорю, что это у всех у 100%, но у 30% точно. То ли это из-за плохой экологии, то ли это из-за высокого состояния стресса, там, курения, не знаю. Вот, но действительно в Москве очень высокий этот процент. Папулопостулезный тип разация характеризуется уже постоянной эритемой лица. и эпизодически возникающими папулами и пустулами на лице. Могут быть только папулы. Папулы это, соответственно, такие розовые пупырышки. Там дальше будет картинка. Причем не на светлом фоне, а все-таки есть вокруг эритема. То есть не просто вот кожа, да, светлая, как у меня, и как будто комары покусали. Папулы, кстати, действительно при розации похожи на укус комара чем-то. Они такие небольшие, в принципе, миллиметра от двух до четырех, не сильно возвышающиеся над поверхностью кожи. И вот такие ярко-розовые, они прям ярко-розовые, как малина, вот малинового цвета. Пустулы выглядят точно так же, только на поверхности папулы появляется головка с гноем. И, как я уже сказала, при исследовании этого гноя ничего там не высевается. Просто, ведь гной это не бактерии, гной это лимфоциты, то есть это уже реакция организма на что-то. Чаще всего, да, на проникновение бактерий вглубь кожи идет там борьба, война, приходят белые рыцари-лимфоциты, различные макрофаги, и, соответственно, упивают бактерии, и вот они как раз и дают белый цвет этому гною. В данном случае бактерий там никаких нет, просто из-за того, что иммунная система кожи немножечко сходит с ума, то они вот такую войну как бы сами с собой ведут. Фематозный вариант, шишковидный нос. Чаще всего нос, поэтому я привожу именно вариант с носом. В принципе, бывает такое же состояние и с подбородком, и с областью скул, и с областью глобелы. Это утолщение и неровности кожи, а также узелковое образование на коже. То есть такой вот реально нос, такой здоровый, чаще это состояние бывает у мужчин. Вот в подавляющем большинстве случаев не у женщин, а у мужчин. Хотя сама розация чаще бывает у женщин. И в этом, возможно, еще виноваты возможно оральные контрацептивы, потому что они усугубляют течение розации. Глазной тип. В принципе, вы его не увидите и лечить тоже не будете, потому что с глазным типом розации, с офтальморозацией обращаются к офтальмологу. Глаза выглядят красными, также может быть конъюнктивит, то есть и внутри глаз красный, и снаружи кожа красная. Все это чешется, ощущение и сухости, и народного тела в глазу. Балифорит, может быть, мейпомит, конъюнктивит и фотосенсибилизация, то есть светобоязнь. Неприятно смотреть на свет. Часто диагноз ставят не сразу, то есть сначала лечат балифориты и так далее, а потом все-таки после нескольких лет неудачного лечения понимают, что, наверное, это розация. И тогда начинают лечить розацию. И есть еще такой вариант, он очень редкий, и, наверное, мы его никогда, надеюсь, не встретим. Он тяжелый, это гранулематозный вариант, то есть когда из-за воспаления кожа начинает... Чем-то это похоже на вариант с фематозным, но там изменения цвета кожи сильного нет. Там просто такой розовый нос, красный с сосудами, с фиолетовыми и красными сосудами, широкими. В гранулематозном варианте это желто-коричневые, а также и красные папулы, и узелки, вплоть до рубцевания на лице, на коже лица. Я, честно, не видела ни разу такой тип. Это уже тяжелый тип, не знаю, может быть, где-то в каких-нибудь деревнях бывает, или еще где-то, где не лечится человек. И это явно особенность кожи, потому что на воспаление начинает разрастаться дерма. Как вот есть килоидные рубцы, то есть на повреждение кожи начинает разрастаться дерма. Так и здесь, возможно, такой вариант. Итак, вот он популезный тип, то есть мы видим эритоматозный фон, и вот такие плоские, достаточно яркие папулы. Тут уже, видимо, они либо уже старые, либо после лечения, поэтому они такие плоские, уже расплющились и не ярко выражены. Так обычно они прям яркие, как будто действительно покусал комар. Итак, что включает в себя лечение розации? Как я уже сказала, никто не знает, почему она образуется, поэтому пытаются искать любые причины, включая причины, находящиеся не на лице. В некоторых исследованиях доказано, что у пациентов с розацией часто бывают нарушения в ЖКТ, то есть бывают гастриты, причем как гипероцидный, так и анацидный гастрит, колиты хронические и холециститы. Соответственно, нужно обследование у гастроэнтеролога, ну и лечение. Это даст улучшение состояния розации. Это не вылечит от розации. Розация, в принципе, если она уже началась, то она не закончится. Это как с диабетом, да, то есть нужно просто знать об этом и постоянно не провоцировать. То есть, в первую очередь, лечение заключается в отсутствии провоцирующих факторов, избегания их и поиска каких-то сопутствующих заболеваний, которые тоже провоцируют розацию. Соответственно, в первую очередь поход по врачам. Обследование у эндокринолога и гинеколога-эндокринолога в том числе, потому что, как я уже говорила, при, например, приеме оральных контрацептивов тоже повышенный риск розации. А также лицо краснеет при тиреотоксикозе. Причем, даже при субклиническом тиреотоксикозе, когда гормоны-то, в общем-то, в норме практически находятся, либо чуть-чуть повышены, а при этом лицо уже может реагировать. Но есть клинические признаки тиреотоксикоза, которые знают прекрасные эндокринологи, поэтому просто по даже внешнему виду, по поведению после сбора анамнеза можно уже обнаружить субклинический тиреотоксикоз, который можно подтвердить уже соответственно анализами. В принципе, да, диагноз ставится не по анализам, анализы только подтверждают предположение врача. Так, обследование у кардиолога. Артериальная гипертензия тоже приводит тому, что щеки красные, соответственно, тоже может усугублять течение розации. Обязательная защита от солнца, запрет соляриев, потому что доказано, солнце обладает провоспалительной активностью, то есть после загара в коже начинается воспаление, а при розации воспаление точно не надо усугублять. Оно и так есть в коже, и нам нужно сделать все, чтобы уменьшить воспаление, а не чтобы его усилить. И ограничение тяжелых физических нагрузок, то есть это какие-то типа бодибилдинг, ну вот что-то такое, когда человек весь красный, пыхтит, уже весь вспотел, бег на марафоны какие-то, то есть физические нагрузки должны быть умеренные. И здесь уже, ну не вам, наверное, решать, а пациенту, хочет он заниматься спортом или хочет он чистое лицо. То есть тут нужно дать выбор, если человек выбирает спорт, то он выбирает спорт. Нужно тогда ему объяснить, что да, пока вы занимаетесь тяжелым спортом, лицо у вас сильно лучше не станет. У вас будет постоянно краснеть, постоянно ухудшаться состояние и обсыпать вот этими папуами. Ну и тут уже каждый будет решать для себя. Ну мужчины, например, выберут скорее всего спорт, женщины может быть задумаются. Да, запись вебинара будет обязательно. И так, что нужно исключить? Если мы берем домашний уход и в принципе не только домашний уход, ну да, здесь мы про домашний уход поговорим, это то, с чем пациент сталкивается ежедневно два раза в день, да, и это гораздо сильнее влияет, чем то, что мы с вами можем с ним сделать в кабинете косметолога. В первую очередь убрать, нужно избегать жесткого умывания, то есть нельзя пересушивать кожу, нужно следить за этим. Проблема еще в том, что при розации с течением времени течения, сначала-то кожа, как я уже говорила, она тонкая и чувствительная, но с течением времени кожа грубеет, потому что при хроническом воспалении утолщается кожа, поры становятся шире, кожного сала выделяется все больше, и пациент будет хотеть и умываться посильнее, то есть более жесткими какими-то средствами, может быть, более горячей водой, чтобы вот это все сало смыть и так далее, как любят люди с жирной кожей. Вот это нужно обязательно пресекать, нужно объяснить, что так делать нельзя. скрабы тоже, потому что вот это механическое, как бы механический такой массаж, он приводит к приливу крови к лицу, и мы получаем, во-первых, красноту, усиление красноты, во-вторых, скрабы царапают, а у нас с иммунитетом не очень все хорошо в коже, она реагирует чрезмерно на любые повреждения, на любые вообще механические воздействия, физические воздействия, она чрезмерно будет реагировать на тепло, чрезмерно на холод, на ветер, соответственно, на какую-то жесткую воду даже, кто-то даже умываться не сможет, и, соответственно, скрабы тоже, скрабы, скатки, маски, вот эти вот пил-офф, которые, маски-пленки, натуральная косметика, то есть это средство с большим количеством экстрактов, с большим количеством эфирных масел, экстракты бывают разные, да, есть экстракты противовоспалительные, но эфирные масла, все они стимуляторы, а здесь нельзя стимулировать, здесь надо только успокаивать, 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 И вот те фирмы, которые кричат о том, что у них натуральная косметика, чаще всего эти средства усугубляют состояние кожи при розации, в принципе и при акне тоже. И вообще при любой чувствительности кожи. Так, средства усиливающие кровообращение, разогревающие, распаривающие. То есть какие-то маски распаривающие, которые часто очищающие маски, бывают распаривающие, они разогревают. Есть маски, которые сильно усиливают кровообращение, то есть начинает лицо прям гореть. Есть, например, содержащие камфору, содержащие эфирное масло эвкалипта. Вот такие, они будут давать прилив крови к лицу, покраснение и, соответственно, могут дать ухудшение состояния. С осторожностью применяем глиняные грязевые маски, также водорослевые, потому что, ну, глиняные грязевые, они дегидратируют. Если пациент будет, ну, вот опять же, сухой кожей он не будет это делать сам, потому что с первого раза поймет, что маска сушит, она им делает кожу хуже. С жирной кожей могут переборщить и просто делать там каждый день или через день, или там полчаса в ней сидеть вместо 10 минут или даже 5. И кожа будет дегидратирована после длинной маски, соответственно, будет ухудшение состояния кожи. То есть нужно кожу следить за тем, чтобы она увлажнялась, а не наоборот дегидратировалась. Кислотные пилинги. Да, сейчас очень много продается различных домашних кислотных пилингов, типа на раз в неделю, там, средства на выходной. Ну, там, в разных они вариантах есть, у разных фирм. Вот это тоже нужно исключить, потому что можно пересушить кожу. Опять же, кислоты вызывают тоже прилив крови к коже лица и, соответственно, будет все это усугубляться. Плюс дегидратирует. Можно раздражение очень сильное получить. Поэтому лучше не делать, чем делать. Что может сделать косметолог? Вот при такой картине, например, тут видно, что здесь преобладают телеангиоэктазии. И это уже куперозом как-то назвать, ну, язык не поворачивается, это розация. Причем давняя, старая розация. И вот посмотрите, не знаю, насколько вам видно, что кожа пористая, да, кожа плотная, толстая, пористая. И сосуды очень сильно расширены. Понятно, что никаким домашним уходом, никаким, там, массажиками лимфодренажными и еще чем-то, и ультразвуковой терапией мы эти сосуды никак не сузим. Их надо уничтожать, да, то есть их уже сузить невозможно. Их нужно уничтожать. Удаление сосудов, то есть это как бы запаивание происходит сосудов, склерозирование, можно еще так назвать, можно делать с помощью фототерапии и лазеров. Фототерапия это IPL и лазерные красители отлично удаляют вот такие именно широкие сосуды без следов, без рубцов. За небольшое количество раз делается процедура примерно раз в месяц, результат через 2-3 недели окончательный. И, соответственно, у каждого пациента будет свое количество раз, когда они приходят к косметологу и удаляют эти сосуды. То есть можно за осенний-зимний период полностью изменить кожу пациента и привести к очень хорошему состоянию. И потом просто повторять 1-2 раза в год, потому что розация не лечится. И в зависимости от того, насколько генетически, например, предрасположен пациент к вот такому расширению сосудов, то есть какой он ведет образ жизни, что он ест, какой это температура, в каком климате живет, в какие страны путешествует, каким спортом занимается, ходит ли в баню, гуляет ли он на улице под солнцем, использует ли солнцезащитные средства. От этого будет зависеть, сколько раз он будет каждый год приходить. То есть кому-то это будет один раз, чтобы убрать несколько сосудиков, 5 сосудов за год расшириться, а кому-то это будет нужно каждый год по нескольку раз приходить, потому что такой образ жизни, либо такая предрасположенность. Также с помощью лазеров лечится и краснота, то есть эритема сама. Потому что эритема – это тоже сосуды, просто они мелкие, они просвечивают, и нам кажется, что это как будто раскрашенная кожа. Здесь уже сосуды настолько широкие, что мы их четко видим все. Соответственно, и эритема лечится, и тогда не будет вот этой разницы между веками, как очковая змея, то есть белые веки, красные щеки, красный лоб, и четко такой вот, с очень четкой границей. Не будет вот этой разницы, человек, соответственно, перестанет использовать различные бибикремы, сисикремы, тональные средства, которые часто раздражают кожу и усугубляют течение розации. Вот это нужно тоже понимать. Об этом я не пишу в слайдах, но, например, одна журналистка, по-моему, в Америке, решила провести эксперимент. Эксперимент по отсутствию умывания в течение, по-моему, трех недель. Всего три недели, не три месяца, не три года, три недели. То есть за это время, по идее, даже кожа не обновилась еще. Тем более она уже была лет от 30 до 40, точно не помню, женщина. Что она делала? Каждое утро она наносила тени, тушь, по-моему, она не наносила, и тональное средство, и помаду. Ну, какую-то не темную помаду, но тональник она наносила. И каждый вечер она просто умывалась водой. Или она каждое утро просто умывалась водой, а потом наносила эти средства. Умывалась она один всего раз в день, без использования каких-то средств для умывания. Она не пользовалась никакими... А, нет, она наносила чуть-чуть крема, по-моему, и все. То есть она ничем не пользовалась, никаких тоников у нее не было, ничего. Так вот, до эксперимента у нее была обычная кожа, без каких-то высыпаний, абсолютно нормальная, здоровая кожа. То есть без розовых пятен, без ничего. После это была четко розация. Это была розация четко по щекам и на подбородке. То есть там четко диагноз, причем уже была популезная форма. Кожа стала чувствительной, раздраженной, сухой, пересушенной и так далее. Хотя она не умывалась. То есть почему бы она стала сухой, но тем не менее. Поэтому все тональные средства, это, конечно, как бы хорошо, но на самом деле нет. И понятно, что человек с покраснением лица будет ими пользоваться, скорее всего. Но наше дело сделать так, чтобы его кожа была максимально приближена к здоровой коже. То это возможно. И чтобы средства, которые он использует для камуфляжа, были максимально безопасны. Меньше всего раздражали кожу и так далее. Поэтому лучше использовать пудры. Все-таки они тональные средства. И обязательно солнцезащитные, кстати, использовать. Можно солнцезащитные с тональным эффектом использовать. Обязательно их смывать надо. Обязательно. Так, что еще хорошо. Хорошо. Вот если мы вспомним гистологию, да, то там было написано, что в дерме вокруг сосудов, ну, во-первых, сосуды расширены, и в дерме получается большое количество медиаторов воспаления, а также продуктов обмена. Что это значит, если мы переведем на русский язык? Это отек. Отек дермы при розации, даже при аритматозной форме в начальных стадиях, он бывает выражен именно не отек лица, то есть подкожно-жировой клетчатки, а именно отек дермы. Потому что застой происходит вокруг сосудов. Сосуды, когда сосудистая стенка у капилляров проницаема, высоко проницаемая, то различные белки из плазмы крови проникают в межклеточное вещество и меняют онкотическое давление между кровью и межклеточным веществом. И, соответственно, так как белки проникли, потом к ним еще присоединяется и вода из крови, чтобы выровнять этот баланс. И получается как раз отек дермы. Поэтому очень хороши лимфодренажные массажи и самомассажи лица. Не жесткие, не лифтинговые, не какие-то хиропластические, а не букальные, не структурирующие, а просто лимфодренажные, очень нежные массажи лица по очень нейтральным средствам. То есть, чтобы не было разогрева лица, чтобы это все было очень медленно, очень нежно, без какой-то стимуляции. Это действительно очень хорошо работает. Плазмотерапия. Из инъекционных процедур плазмотерапия очень хороша, потому что она нормализует иммунитет кожи и, в принципе, снимает очень хорошо воспаление. Поэтому тоже можно делать. Если кто-то очень хочет, это тоже работает, потому что воспаление снимает, уменьшается. Делается это курсами. Из физиотерапии, ультразвуковая терапия. Электропроцедуры, они стимулирующие, и они приводят к притоку крови обычно. Поэтому и к расширению сосудов. Нам нельзя расширять сосудов. Ультразвуковая терапия, если она делается не на максимальных показателях, когда еще нет теплового воздействия ультразвука, потому что мы помним, что есть еще побочное действие ультразвука, это тепловое. Когда тепловое пошло, оно не сразу идет, то тогда начинаются расширяться сосуды. Как мы помним, тепло нам нельзя применять, но ультразвуковая терапия очень хороша, потому что она как раз тоже будет снимать отек с дермы, она будет уменьшать выработку медиаторов испаления, она будет дренировать, скажем так, эту дерму, улучшать кровообращение и сужать вот эти венулы. Поэтому ультразвуковая терапия очень хороша. Именно и как терапия, и как фонофорез с различными средствами. Дальше я скажу, какими. В принципе, есть микротоковая терапия с... Есть прям программы противокуперозные. Можно попробовать и посмотреть индивидуально, как реагирует пациент. Потому что если покраснение лица происходит, то есть одного раза будет понятно, ухудшили вы ситуацию или улучшили. Если улучшили, можно продолжать делать там или курсом, или хотя бы когда пациент может приходить. Да, если ухудшили, то есть лицо покраснело, значит точно нет. Это зависит здесь и от пациента в том числе. Итак, что мы исключаем? Мы, конечно же, исключаем такие старые, скажем так, методы, как вапаризация, как горячие компрессы. Это все не нужно. Электропроцедуры, дарсонвализацию, то есть гальваньку мы выбираем, дарсонвализацию, глиняные маски с осторожностью, водорослевые маски, механические чистки с осторожностью, потому что, ну, там, то есть это если только с акне сочетается розация, да, может быть понадобятся механические чистки. Но вообще, лучше их вообще исключить, делать только от травматичной чистки. И, в принципе, можно домашним уходом добиться, правильным домашним уходом добиться хорошего очищения кожи с помощью энзимных масок. И не обязательно там ничего ковырять или делать что-то жесткое, потому что как только мы повреждаем такую кожу, воспаление там будет очень-очень долго, заживать будет очень-очень плохо. И поэтому надо с кожей с розацией очень аккуратно себя вести. Как я уже сказала, микротоковая терапия, то есть здесь нужно будет экспериментировать. Тонизирующий массаж лучше не делать, химические пилинги, только некоторые варианты. То есть это либо поверхностные, совсем поверхностные пилинги, хорошо будет идти салициловый пилинг, потому что салициловая кислота обладает очень мощными противовоспалительными свойствами. И в данном случае это будет как раз в тему. Но нужно понимать, что если кожа нежная, у вас эритоматозный тип розация, и еще даже телеангиоктазии не так много, то, конечно, лучше нам вообще с пилингом даже не приближаться. Если тонкая кожа, если сухая кожа, то это только усугубит состояние кожи, потому что любой пилинг, он дегидратирует, он сушит. А при дегидратации сосуды расширяются. То есть нужно понимать, что химические пилинги можно делать только при жирно-плотной коже, у которой нет чувствительности, то есть при нормальном кожном барьере. Если кожный барьер пострадал, это легко, потому что пациенты часто думают, что это акне, если уже, допустим, пополупустулезная форма, особенно пустулезная, и начинают использовать сами какие-то пилинги, средства с кислотами, обилие глиняных масок, пересушивают кожу, у них становится все еще хуже, и приходит доктор сделать мне пилинг, то, конечно, так делать нельзя. Поэтому, если мы выбираем какие-то маски, то это будут энзимные маски, причем нужно смотреть, чтобы энзимы все-таки, они иногда обладают раздражающими свойствами, то есть тоже нужно смотреть, если кожа очень нежная, то тогда и их не надо. Энзимные маски нужны только для грубой кожи, огрубевшей, с гиперкератозом, чтобы делать ее нежнее. Ультразвуковые чистки можно делать, но тоже нежно, потому что лопатка острая, и понятно, что при пополупустулезной форме это уже противопоказание к ультразвуковой чистке, потому что любая сыпь – это противопоказание. То есть мы можем делать ультразвуковые чистки только при эритоматозной форме. Ну вот, например, как вот здесь, то есть видно, что кожа жирная, в принципе, ультразвуковую чистку сделать можно, но нежно, чтобы не краснело лицо. Если лицо краснеет, значит, все, никакую ультразвуковую чистку мы не делаем, мы это понимаем сразу, и делаем какую-то другую процедуру. Ничего страшного, пациенту это легко объяснить, что у вас слишком чувствительная кожа, вам пока что ультразвуковая чистка противопоказана. Когда мы доведем кожу до нормального состояния, тогда будем делать ультразвуковую чистку. Ультрафонофорез. Можно делать ультразвуковую терапию по медиагелю, именно используя четко свойства ультразвука, потому что у самого ультразвука с частотой от 1 до 3 МГц, обычно по лицу это 1 МГц, используется 800 КГц, с этой частотой мы уже получим противовоспалительный эффект, лимфодренажный эффект и некоторое сужение сосудов. То есть можно, в принципе, вообще по медиагелю делать. Не забывайте, что когда вы используете физиотерапевтические аппараты, то вы их используете не только для того, чтобы что-то вводить в кожу, а именно пользуетесь физикой, самими физическими свойствами этих аппаратов, потому что у них тоже очень замечательное воздействие на организм. Итак, если же вы хотите что-то вводить, то ультрафонофорез можно делать по трем нашим гелям. Каждый гель будет использоваться немножко в разных ситуациях. То есть это может быть гель антикуперозный, гель антифрегенерации и Демотен. Вот. Так, сейчас на вопрос отвечу. Татьяна спрашивает, пишет, что встречала когда-то в показаниях лечение розации к молочному пилингу. 30 или 40 процентов. Нет, молочная кислота, она раздражает. Я вам скажу, что молочная кислота, наоборот, используется часто в исследованиях на чувствительность кожи, потому что молочной кислоте кожа, то есть это именно достаточно такой сильный, раздражающий агент. Она сильнее раздражает, чем гликолевая. Ну, первая виноградная превращается в молочную, поэтому не считается. Молочная кислота реально используется в различных терматологических исследованиях на чувствительность кожи. То есть наносится на кожу молочная кислота на определенное время обычно 10%. Не 30, не 40, а 10. И смотрится, как кожа реагирует. А кожа реагирует покраснением, жжением, зудом. Не надо поэтому молочную кислоту, тем более в достаточно большом проценте, использовать при розации. Сделайте хуже пациенту. Вообще пилинги, надо аккуратнее с ними, для пациентов с розацией, потому что, да, у кислот есть противовоспалительный эффект, но поверьте, он будет гораздо меньше, чем то воспаление, которое вы вызовете вот этим раздражением и последующей пересушенностью кожи. Потому что кожа при розации, она чувствительная, она очень чувствительная. Она не как пятка, она кажется как пятка, но она красная, где краснота, там всегда повышенная чувствительность. И пилинги лучше использовать, это вот, вы должны быть очень опытным доктором, чтобы использовать пилинги. Лучше использовать ту же физиотерапию, там тот же ультразвук, энзимные масочки, нежные глиняные маски, наоборот, делать лимфодренажные массажи. Если у вас нет лазеров, то отправить на лазеры к какому-то дружественному доктору. Ничего страшного, доктор у вас не заберет пациента, потому что просто сделает там 2-3 процедуры раз в месяц и станет гораздо лучше. Но при этом качество кожи лазер не улучшает. Лазер просто удаляет то, что уже есть. Он не вылечит розации никогда. Он просто, это как, не знаю, волосы подстричь, они все равно же растут. То же самое с сосудами, они все равно будут расширяться. Все равно будут при, например, пострессовал пациент, вот, пострессовал пациент, не знаю, там, позагорал, ну, или забыл, думал дождь. Вот у меня так было, я как-то работала на футболе врачом, там 12 часов надо подряд сидеть на поле, потому что 12 матчей по часу. Соответственно, утром был дождь. Я не взяла с собой ни шляпы, ничего, даже солнцезащитным средством не нанесла, потому что, ну, дождь, тучи. Прихожу, через час или через два дождь прошел, выглянуло такое солнце, я сгорела просто. А никуда уйти нельзя, там опасные ситуации были. И вот так. Поэтому всякое бывает, да, вот у пациента такое будет, будет обострение. Что вы будете делать? Понятно, что не пилинг. Нужно будет успокаивать кожу, делать успокаивающие процедуры, какую-то ухаживающую процедуру, нежную, с нежным массажем. Массаж даже, он не должен быть 20 минут или 30, потому что за это время вы заодно начнете усиливать кровообращение. А 5-10 минут или такими небольшими, то есть вот вы пока умываете, да, уже массажик там минутка, дальше наносите какое-то средство одно, еще 5 минут массажик, потом там перерыв, потом еще 5 минут массажик, да, то есть такими перерывами очень хорошо делать массаж, а не когда 20-25 минут вы, значит, массажируете, там, конечно, лицо начинает, ну, прилив крови идет, появляется румянец, то есть вот переразаться нельзя так делать. Нужно вот именно лучше по чуть-чуть. Вы можете это назвать, там, ухаживающая или успокаивающая процедура с массажем, и массаж будет у вас вот такой прерывистый, зато он даст хороший лимфодренаж, но при этом не усугубит. А производители пилингов могут написать в аннотации все, что угодно, потому, потому что пишут не дерматологи, пишут для того, чтобы продать. Вот и все. А то, что вы будете потом с... Вы же не будете предъявлять при покупке, ну, как бы, отрицательный отзыв, что ай-яй-яй, вот вы сказали, что можно, а на самом деле нельзя. Никто так не делает. Все потом сами разбираются с побочными эффектами. Инструкция для того, чтобы продать, а не для того, чтобы делать. Это обучение. Обучение, когда уже вот личное обучение, и врач вам говорит что-то, ну, тут тоже врачи, тоже разные бывают, да, я никого не хочу обидеть, но нужно изначально выбирать человека, которому веришь. Часто люди, которые действительно очень грамотные, они просто оставляют свой телефон или там почту или фейсбук, неважно, какое-то средство связи, всегда к ним можно обратиться, спросить, так ли понял на обучении, потому что иногда вот сидишь, когда на каких-то конференциях, вот свой конспект, да, и в соседний можно случайно заглянуть, ну, или даже не случайно, посмотреть, что там пишут, а там противоположное написано из речения, чем у меня. Кто из нас прав? Я не знаю, у кого память лучше. И вот получается, что можно даже не допонять. А так, спросил четко, человек тебе ответил, если осложнение, то тоже можно вместе, соответственно, его уже это решать. это все возможно. Опять же, даже на какие-то, ну, вот берем ультразвуковую чистку, может, у меня как-то было, пришли гости, и девушка, ну, я ей сделала ультразвуковую чистку, ну, как бы знакомая, да, а я ее никогда до этого не трогала по лицу, не царапала. Я начинаю делать, вот прям по лбу веду, да, лопаткой, вот, веду лопаткой, и за лопаткой красная, ярко-красная полоса. У меня вот так вот глаза, я говорю, а что это, что с тобой, вот, почему, почему ты так реагируешь? Ну, когда я так всегда реагирую, через час пройдет, типа, делай давай. Вот, то есть, у нее, вот, настолько реактивная кожа на механическое воздействие, я совершенно не давлю лопаткой, очень нежно это всегда делаю, но вот даже просто прикосновение вызывает вот такую яркую реакцию, да, то есть, дермографизм, если провести, да, ногтем царапнуть, да, по коже, у нее вздувалась просто полоса розовая, поэтому нужно всегда быть аккуратными с пациентами, у которых лицо красное, вот, потому что там уже есть воспаление, и вам нужно прям вот как пушинками быть вокруг них, никаких кактусов, никаких острых, или там давящих, жестких каких-то процедур, вот именно нежное воздействие, оно дает гораздо более выраженные результаты, положительные, чем какой-то жесткач, там, пусть там раз в месяц, или раз в полгода, потому что некоторые пациенты думают, как у Булгакова, да, забыл выпить таблетки, поэтому перед приемом, перед тем, как пойти к врачу, выпил сразу все, там, 7 или 10, за все те дни, да, ну и что получил? Получил только осложнение, никаких положительных эффектов, вот, так, про гели я чуть попозже, давайте скажу, потому что их использовать хорошо и в домашнем уходе, вот лимфодренажный массаж, можно делать, например, не только по маслу какому-то нейтральному, а можно делать по маске аквелудовольствия, или же делать какую-то процедуру, допустим, вот элементарную процедуру, да, вы умыли с нашим гелем очищающим, затем протерли тоником, допустим, ну вот, если кожа красная и сухая, раздраженная, тоником можно протереть с алоэ, с алоэ гидролизатом коллагена, а затем наносите маску аквелудовольствия, делайте по ней легкий массажик, там 5 минут, смачивая руки водой, и сверху можно все это закрыть альгинатной маской, у вас получается отличная лимфодренажная процедура, увлажняющая процедура, успокаивающая процедура, потом все это смываете, наносите гель интенсив регенерации, солнцезащитный наш крем, и отправляете, не знаю, на свидание, куда угодно отправляете, у человека потянутое лицо, суженые уже будут, сосуды успокоятся, краснота пройдет, и все будет прям отлично, без всяких пилингов, без ничего, просто это сделайте своими руками за 5 минут легкого массажа, плюс альгинатная маска, которая еще тоже дополнит вот этот лимфодренаж, еще лучше увлажнит кожу, и она опять же прохладная, то есть она будет успокаивать сосуды, успокаивать сальные железы, потому что при длительном течении розации начинается и сиборея в том числе, то есть кожа становится жирной, сальные железы тоже текут, потому что вокруг воспаления, воспаление всегда стимулирует цельное железо в том числе, вот, то есть вот элементарный такой, небольшой, то есть сколько это займет, у вас это займет, ну, наверное, ну, меньше часа займет процедура, может быть даже 40 минут, вы получите прям такую экспресс-процедуру на выход отлично, с эффектом на несколько дней точно, может быть и на неделю. так, соответственно, масочки разные, увлажняющие, нейтральные, то есть вот так в удовольствие замечательно, любые альгинатные маски тоже подходят, вообще просто суперски, маску акваудовольствия в домашний уход, просто обязательно можно хоть каждый день делать. Так, давайте сейчас домашний уход разберем, так, у меня там еще слайды, много еще слайдов. Итак, так как пациент каждый день использует что-то для ухода за лицом, вы должны объяснить, что вы не разводите его на средства и на деньги, а что, если он просто будет ходить только к вам, а дома пользоваться непонятно чем, даже тем, что подарил любимый мужчина, любимая мама, любимая теща, там, я не знаю, вернее, свекровь, или где-то купил в супер-супер магазине, в самом супер магазине, или это ламер, вы должны все равно объяснить, что при розации должен быть достаточно четкий домашний уход, и его подбор, это, ну, не всегда получится с первого раза угадать, какие-то средства могут не очень понравиться, не очень подходить, или недостаточно увлажнять, поэтому всегда, ну, вот было бы, конечно, легко, да, если бы, вот я сейчас дала, вот, там, пять средств или шесть средств, да, и вот вы их тоже прописываете, вообще замечательно, и думать не надо, вот рецепт, вот средства, прям можно сделать коробочку такую, с надписью «Розация», там вот средства эти положить, и продавать, но, к сожалению, розация, так как разные факторы, у каждого человека домашний уход будет похожий, но не всегда идентичный, ну, то есть, по сути, похожий, но не обязательно. Итак, в первую очередь, умывание должно быть щадящим, если совсем сухая кожа, то используем умывание без воды, утром это вообще протирание тоником только, даже не лосьоном очищающим, а просто тоником, вечером это будет лосьон очищающий, чтобы грязь смыть, там, и макияж. Если кожа жирная или нормальная, в нормальном состоянии, в непересушенном, то используем гель очищающий, или можно утром, допустим, лосьон очищающий, вечером гель очищающий. То есть, оба эти средства, в принципе, неплохо иметь дома. Чтобы точно не пересушить кожу, то гель очищающий используем всего две капельки. Вспенем в руках, и на влажное лицо делаем легкий массажик, хотя бы 30 секунд. Некоторые жалуются, что маловато, не пенится, плохо смывает макияж, гель очищающий смывает, даже водостойкий макияж, если его подольше поелозить по лицу. Не взять 10 капель и высушить лицо к черту, а именно двумя-тремя капельками, просто подольше. То есть, полный макияж он смоет. Прекрасно причем. Тоники. Хорошо идут два тоника. То есть, тоник с гидролизатом коллагена и алоэ вера, он обладает противовоспалительной активностью за счет алоэ. То есть, он подойдет при жирной коже. При сухой коже или пересушенной коже берете тоник с гиалуроновой кислотой и эластином. Потому что гиалуронка, так же, в принципе, как и гидролизат коллагена, а в тонике с гиалуроновой кислотой тоже есть гидролизат коллагена, просто в название уже не влез. Они тоже обладают противовоспалительной активностью. Они тоже успокаивают кожу. Все пациенты с сухой кожей после того, как их протирают или они сами себя протирают тоником с гиалуроновой кислотой, они говорят, боже, как сразу хорошо. Вот это вот ощущение должно быть после протирания тоника. То есть, при жирной коже будет ощущение, что кожа задышала, при сухой коже будет просто ощущение, что отпустила хорошо. Сыворотки с противовоспалительными компонентами. Ну, не только с противовоспалительными, то есть тут есть и многое другого интересного. Про сыворотки я еще к ним вернусь. Мы их все разберем, все четыре. Это Демотен, это гель интенсив регенерации, гель антикуперозный, сыворотка стопакне. И далее, при сухой коже увлажняющий крем без раздражающих компонентов. Это крем увлажняющий, он тоже обладает успокаивающими свойствами, противовоспалительными. На солнечную погоду обязательно солнцезащитный крем. Это наш крем-мультипротектор с SPF 50. Он не раздражает кожу. Вот у меня очень чувствительная кожа век. Я его наношу даже на веки и ни разу не пожалела. Потому что очень многие солнцезащитные средства имеют свойства раздражающие на кожу. И поэтому, если пациент скажет, да у меня 10 банок этих кремов солнцезащитных, то вы объясните, что крем крему рознь. Есть кремы, которые специально созданы для чувствительной кожи, которые точно не раздражают. Можно еще спросить, а у вас там не чешется, ничего не щипет, когда вы наносите. И, в принципе, чаще всего говорят, что чешется и щипет, что неприятно, что жирный, потому что наш крем не жирный, он oil-free. И это, ну, еще никто, в общем, не жаловался. Всем очень нравится. Поэтому его обязательно давайте в домашний уход. Потому что розация очень сильно реагирует на инсоляцию. Ну, и понятно, что солярии точно надо запрещать. Энзимные маски. Это наша маска энзимно-пектиновая. В принципе, энзимные маски нужны кому? Энзимные маски нужны при жирной, плотной, пористой коже, чтобы слущивать гиперкератоз, чтобы уменьшать. И увлажняющие маски, которые можно использовать практически каждый день. Маска акваудовольствия. И отлично в этом плане подходит. Плюс по ней можно делать легкий самомассаж. И тогда вот этот лимфодренаж, он будет с пациентом каждый день. Вот, можете научить делать самомассаж. Какие-то даже несколько движений. Или просто спросите, а как вы умываетесь? А как вы наносите средства? Часто вот наносят, вот так вот умываются, непонятно, как наносят средства. Просто достаточно научить правильно по лимфодренажным линиям. И уже будет эффект, в принципе, лимфодренажный хороший. Так. По средствам, да. Сейчас здесь про два есть слайда, и еще про два расскажу. Они просто старые, поэтому там все легко. Итак, гель антикуперозный. Название говорит само за себя. То есть, если мы видим сосуды расширенные, мы можем назначать, соответственно, купероз. Назначать антикуперозный гель. За счет... Ну, в нем содержится много компонентов, и каждый этот компонент, он улучшает состояние сосудов. В принципе, если посмотреть, то половина компонентов известна нам с детства. Там экстракт конского каштана в гелях для ног, да, при варикозе реклама всегда была уже сто лет. Центелла азиатская обладает очень хорошей противовоспалительной активностью. И как раз на сосуды очень хорошо действует. На коллаген очень хорошо действует. Центеллу даже рекомендуют, например, при беременности использовать для профилактики растяжек. И этот гель, сейчас, конечно, это не оффлейбл, но для тела, для профилактики растяжек во время беременности очень хорошо тоже использовать. При сосудах на ногах очень хорошо использовать его именно для тела. Просто берете не 30 мл, берете 200 мл. И у вас получается гель для тела отличный. Еще и омолаживающий. Виноградные листья тоже известны тем, что они улучшают состояние сосудов. Гречиха, гиалуроновая кислота для увлажнения, троксирутин, витамин ПП и витамин С тоже улучшают состояние стенки сосудов и способствуют выработке коллагена. Именно способствуют образованию правильной структуры коллагена, потому что там такая сложная 3D-структура, как канат, созданный из канатов. Ну или как косичка, созданная из косичек. Еще заодно антикуперозный нормализует работу меланоцитов, то есть он препятствует образованию пигментации и обладает омолаживающими свойствами. Поэтому, ну так как мы вспоминаем, что средний возраст розации это 40 лет, то есть уже омоложение пора. Пора что-то делать для омоложения, а так вы заодно делаете омоложение. Когда лучше не использовать антикуперозный? То есть понятно, что купероз антикуперозный. Когда его не надо использовать? Когда очень пересушенная кожа, когда очень раздраженная кожа, потому что противовоспалительные свойства этого геля, они слабые. А мы помним, что розация – это не только слабостенок сосудов, это в первую очередь воспаление. То есть мы читать должны не только этикетку, что купероз, антикуперозный гель, мы должны смотреть по составам, что здесь мало противовоспалительных компонентов, что здесь именно компоненты, которые укрепляют сосуды. То есть если вы уже воспаление сняли или есть другие средства, которые снимают воспаление, то этот гель будет препятствовать дальнейшему расширению сосудов, а также он будет укреплять стенки уже расширенных сосудов, тех сосудов, которые еще не расширились. Потому что сосуды – это же не то, что вот он вырос сосуд, и он вот сидит с младенчества и до смерти. У нас нет сосуды постоянно какие-то западают и разрушаются, какие-то новые вырастают под воздействием различных факторов, там фактор роста сосудов, фактор роста эндотелия сосудов и так далее. То есть воспаление способствует росту новых сосудов. Они могут там клубками расти, то есть при длительном воспалении эти сосуды дурацкие получаются. Они легко проницаемые, у них тонкие стенки, они сами широкие, они реально растут неправильно. Не как красивые деревья в английских парках, которые все время подстригаются, а как бурелом. А нам надо сделать английские деревья, нам надо сделать, чтобы все было красиво, ровно и не расширено. То есть понятно, да, если к вам пришел первичный пациент, вы видите у него купероз, он видит у вас на витрине гель антикуперозный, он говорит, хочу. Вы говорите, подожди, подождите. Нужно сначала убрать воспаление, нужно сначала увлажнить кожу, убрать дегидротацию, а потом будет антикуперозный, как подарок. Вот так. Сыворотка стопактная. Это сыворотка лечебная. Тоже смотрим не только на название, посмотрим на состав. Вот она как раз обладает очень мощным противовоспалительным эффектом, очень мощным, но она не обладает увлажняющими свойствами. Это нужно тоже понимать. То есть вот смотрите, вот есть средства, да, в которых есть клевый эффект, да, но нет каких-то других. И нам все время, именно поэтому в домашнем уходе не может быть одного средства, активного. Их должно быть несколько. Каждая будет дополнять другое. И вы должны смотреть, от чего больше у данного пациента сухости, воспаления или сосудов. Потому что все три. Или наоборот еще и сальность там добавилась, и гиперкератоз, да. Это не может одно средство лечить. Это будут несколько средств. И какие-то не может быть одинаковая процедура для всех. Это будут разные процедуры для всех. И даже разные процедуры для одного и того же пациента, который пришел сегодня и пришел через полгода. Итак, встопакне, активные ингредиенты. Азилоглицин. Что это такое? Это азилаиновая кислота. Но не просто кислота, да, азилаиновая, как в пилингах, например, или как в скинорэне, как в азилике. А это более мягкая кислота, объединенная с глицином. Глицин что такое? Это аминокислота. Глицин, самая маленькая аминокислота, многие ее пили при, например, нервном тике. Глицин, ну, не важно, как он действует внутрь, важно, что этот компонент действует как азилаиновая кислота, то есть обладает очень мощным противовоспалительным эффектом, а также немножко отбеливающими свойствами, отшелушивающими свойствами, но при этом там нет плохих побочек азилаиновой кислоты. Какие плохие побочки азилаиновой кислоты? Напишите мне, пожалуйста. Кратенько. Азилаиновая кислота находится в таких аптечных средствах, как скинорен знаменитый, как озелик, в принципе, просто препарат есть из азилаиновой кислоты, есть в виде гелия, есть в виде кремов, есть в виде мази, используется, но часто назначается приакт. Исследований, кстати, по азилаиновой кислоте много достаточно, при розации тоже назначается при популезной, популопустулезной форме. Назначается как на все лицо, так и точечно, обычно один раз в день, вечером. Никто не напишет мне? Вообще, хотела сказать про аптечные препараты. То есть, вот есть аптечный препарат, вот тот же скинорен. Как учат дерматологов лечение розации? Во всех учебниках и также на всех конференциях рассматривают что для лечения розации? Рассматривают наружные препараты, рассматривают внутрь препараты. Из наружных препаратов в первую очередь рассматривают антибиотики, ретиноиды, метранидозол, азилейновую кислоту, в принципе, даже бензоилпероксид при пустулах. Антибиотики причем разные, но чаще всего эритромицин, клиндомицин, тетрациклин. Тетрациклиновая мазь, долоцин, например, гель. Долоцин лучше всех работает. В некоторых исследованиях эритромицин, некоторых клиндомицин. Но эритромицин более старый, возможно, это были исследования до того, как появился клиндомицин. Азилейновая кислота тоже работает. Да, вот спасибо, Татьяна, что вы написали сухость, раздражение, обезвоженность. Да, именно так, именно на это жалуются все, абсолютно все пациенты, кроме тех, кто использует, ну, во-первых, кроме тех, у кого сильно жирная кожа в нормальном состоянии, и которые при наличии жирной кожи используют не каждый день, а точечно, при необходимости, и на кого хорошо действуют. То есть, там буквально два раза нанес, типа два вечера, и папула прошла. Вот те не жалуются, потому что у них не успевает, ну, то есть, жжение может быть какое-то, но вот сухость, там, и шелушение не успевает образоваться за эти два раза, там, два-три раза. А те же, кто использует, там, каждый день в течение месяцев, те, конечно, очень устают от этой сухости, раздражения, кожа шелушится, кожа краснеет, а нельзя краснеть, да, помним это, что краснеть нельзя, что сушить нельзя, раздражать нельзя, и тогда как быть? Реже делать не помогает, все равно раздражение есть. Так вот, в сыворотке стопакна этого нет, нет ни раздражения, ни сухости, ни обезвоженности. Ну, обезвоженность, если каждый день наносить, ну, и больше никакими увлажняющими средствами не пользоваться, то есть, умылись и нанесли, да, как обычно рекомендуют дерматологи. Я вот, хоть и дерматолога, я не люблю дерматологические назначения, потому что они однобокие, они не предполагают побочных эффектов, вернее как, они предполагают, что будут побочные эффекты, но говорят, ну, а что вы хотели, это же аптечный препарат, ну, что вы хотели, вы же лечитесь, вот, ну, что вы хотели, антибиотики, несколько месяцев пить, и не иметь понос, не иметь дисбактериоз, не иметь вагинид, ну, ну, извините, вот, вы же хотите чистое лицо, только при дисбактериозе кишечника эвагинид, не будет чистого лица, что-нибудь с ним произойдет, вообще нехорошее, а при этом внутрь тоже назначаются антибиотики при разации, это доксициклин, это тетрациклин, ну, доксициклин, это тетрациклиновые ряда, да, это, в принципе, и другие, и метриндозол назначается, опять же, хеликобактер пилори убивают при разации, потому что есть какое-то небольшое, некоторые исследования, которые не подтвердились, что хеликобактер пилори влияет тоже на разацию, поэтому лучше хеликобактера убить, а то, что при убивании хеликобактера используются два антибиотика, ну, обычно в течение двух-трех недель, и печень потом вообще плохая, что происходит с лицом, что происходит с кишечником, ну, в общем, очень много побочных эффектов, о которых в исследованиях ничего не говорят, о которых в назначениях ничего не говорят, говорят, назначили, делайте, а как вы будете бороться с сухостью, раздражением, безвоженностью, наносите крем, при жирной коже будет не очень, забьются поры, будет акне, пациент будет очень рад, поэтому нужно понимать, что у каждого средства есть побочные эффекты, и каждому средству, поэтому, должно быть какое-то дополнение, которое будет нивелировать эти побочные эффекты, либо, если средства, вот как, допустим, антикуперозные или вот стопакны, да, там нет такого, в антикуперозном нет противовоспалительного эффекта, в стопакне нет увлажняющего эффекта, ну, и в антикуперозном, кстати, сильного увлажнения тоже нет, там не так много гиалуроновой кислоты, то нам что надо, нам надо добавить увлажнение, да, да, добавить увлажнение можно другими средствами, Итак, про азилоглицин сказали, здесь 10% азилоглицина, то есть аналога азилаиновой кислоты. Соответственно, в скинорейне 15%, то есть мы получаем практически то же самое. Сыворотка отлично работает при популезном и пустулезной форме розации. Что здесь еще есть? Все-таки здесь есть увлажняющие компоненты, глицерин, пропиленогликоль, пропиленогликоль совсем чуть-чуть. Глицерин как увлажняющий агент, это эмолент, бояться его не надо. Сок алоэвера, он противовоспалительными свойствами обладает и увлажняющими. Комплекс минералов, которые тоже успокаивают, тот же глюконацинка. Цинк всегда отличное успокаивающее средство, плюс они как уменьшают воспаление вместе, так и успокаивают сальные железы. То есть сальные железы не бесятся. Депантенол, регенерация тоже и противовоспалительный эффект. Салициловая кислота, здесь ее немного, здесь 2%. Что дает 2%? Не 10, не 20, не 30, как в пилингах, а 2% салициловая кислота дает что? Дает классный противовоспалительный эффект. То есть смотрим, в отличие от просто скинорена, в котором тупо 15% азилоиновой кислоты, здесь есть азилоиновая кислота противовоспалительная, салициловая кислота, депантенол, который все заживляет, алоэ, который тоже обладает противовоспалительными эффектами. При этом это все работает мягко, без раздражения. Регенерация, кстати, очень тоже хорошая. На этой сыворотке происходит. У меня подруга, например, ссадину лечила на лице. Пластырь, когда снимали, то снесли прям кожу, часть резко. Зажило за несколько дней просто идеально, без рубца, без ничего, без пигментации, без каких-либо следов, без остаточной эритемы. Потому что, ну, вспомните, любая царапина, вот даже на руке, где заживает быстрее, чем на лице, любая царапина, она заживает долго, остается красное пятно на несколько месяцев, полоска, да, потом еще иногда и рубец образуется. Здесь все заживает просто моментально, соответственно, на рубцы тоже, на царапины тоже можно. И плюс еще салицилка дает отшелушивание, и, в принципе, азилаиновая тоже, азилоглицин тоже. То есть мы получаем, вот если уже наросло много эпидермиса, вот эти расширенные поры, то можно даже на все лицо намосить. В принципе, 30 мл это стандартный для сыворотки объем, то есть у точечного средства от 5 до 15 мл обычно. Вот, соответственно, запомните это средство для лечения розация именно папулезной формы, да, папулопустулезной формы. Это просто вот находка, это прямо одно из лучших средств, которое заменяет аптечные препараты и не дает вот этих побочек. Еще, так, что у меня там уже, спасибо за внимание. Давайте еще расскажу вам про два других средства, про них много лет уже, что только не говорили. Демотен, да, из самых старых средств, ему много лет, мне кажется, ему 20 лет уже, мне кажется, да, около 20 лет на рынке, но 15 точно есть. И вспомним его компоненты. Это гиалуронка, да, то есть увлажнение. Это алоэ вера, то есть мягкое тоже и увлажнение, и противовоспалительный эффект. Кстати, в алоэ тоже есть салицилат, и за счет этого идет противовоспалительный эффект и нормализация, кератинизация кожи. Именно мягко, то есть не вызывая шелушение, а именно мягкая такая регуляция. В демотене еще есть у нас препарат серы, да, то есть, в принципе, три компонента, которые дают вот эти волшебные результаты при акне и, в принципе, и при розации. Зачем нам препарат серы? Сера обладает противомикробным и противопаразитарными свойствами, а также, и противогрибковыми, кстати, тоже, а также нормализует работу сальных желез. При этом, я, честно, ни разу не видела аллергическую реакцию на данный препарат серы. Компоненты серы, они разные, у кого-то, может быть, есть реакция, я не видела, честно, ни разу. У меня демотеном пользуются просто, ну, не все, конечно, но очень многие. Даже с не очень жирной кожей, даже без акне, все равно демотен всегда у всех есть на всякий случай. Так вот, препарат серы зачем? Дело в том, что есть исследования, которые тоже не очень подтверждаются, что демодекс, да, клещ на нашей коже, он тоже может усугублять розация. Это не значит, что он ее вызывает, но при розации, если еще и клещ присоединился, то он ухудшает состояние, потому что клещ все время вызывает воспаление, да. То есть, когда исследовали людей на клещ, то были очень противоречивые данные, потому что и у абсолютно здоровых клеща находили, и у больных не находили. И поэтому непонятно, что, виноват ли клещ, да. Но клещ живет на коже, да, живет он там. Вот вопрос в другом, вызывает ли он воспаление. Дело не в клеще, дело в том, как кожа реагирует на него. И еще дело в микробиоме кожи. То есть, если нарушается микробиом кожи из-за каких-то спиртов, кислот, антибиотиков наружных, да, то что мы получаем? Может клещ активизироваться, потому что антибиотики на него не действуют, ему плевать на антибиотики. Клещ может активизироваться, там еще грибы какие-нибудь могут активизироваться, вирусы могут активизироваться, потому что бактерии мы убили, остальные микробы начинают размножаться. Так вот, и если слишком много клеща, то, конечно, он будет, да, тоже кожа на него будет реагировать, потому что это нарушение в микробиоме кожи, слишком много, как бы, факультативного, скажем так, раздражителя. И кожа реагирует, воспаление усиливается, мы получаем ухудшение состояния в плане розации. Поэтому лучше для профилактики, если вы сделал, или пациент сделал посев, у него есть демодекс, да, или вы отправили на посев, или вы глазом чувствуете, что там есть демодекс, вот чувствуете глазом, то можно давать именно, назначать домой именно демодекс, потому что тут есть и увлажняющие свойства, и противовоспалительные свойства, и заодно противопротезольные. Напомню, что демодекс не сушит, вообще не сушит, потому что это самый частый вопрос, если это средство от прыщей, или там от розации, оно же сушит? Нет, оно не сушит, там нет ни одного компонента, который сушит, там все увлажняет. Вот, а тогда второй вопрос, но это же крем, я же стану еще жирнее, особенно у кого жирная кожа? Нет, потому что там нет масел, вот, нет масел, соответственно, нет усилению жирности кожи, тем более сера уменьшает выработку кожного сала, нормализует его выработку, то есть усиления сальности не будет. Кожа будет лучше дышать, не будет никакой пленки в виде крема на поверхности или мази, и, соответственно, будет все хорошо. Есть еще противопротозойный препарат аптечный, да, это метрогилл, метронидозол. Метронидозол, его кто-то относит к антибиотикам, но это не совсем антибиотик, то есть он, в принципе, убивает хеликобактер пилори, он, в принципе, ну, в общем, он некоторых, ну, он такого широкого спектра действий, в том числе он борется с демодексом. Можно присоединять розамет, например, крем при лечении розация, часто дает хорошие тоже результаты, но надеяться, что вот сейчас вот там Диором пользуются, да, мы сейчас метрогилл добавим, метрогилл гели или розамет, или розекс, да, и все пройдет. Нет, не пройдет. То есть нужно смотреть, кому-то поможет, кому-то нет. Может быть, это тоже зависит от того, есть ли клещ. Можно отправить на исследование, можно просто поэкспериментировать, за месяц будет абсолютно все понятно. Есть улучшение или нет улучшения. Вот. И последний продукт, который я безумно люблю и который, я считаю, что должен быть в любой аптечке, это гель интенсив регенерация. В принципе, тут уже по названию понятно, что он заживляет, да, то есть он обладает мощным противовоспалительным эффектом, но не таким, как сыворотка стопакная, она как бы, ну я не скажу, что она подсушивает, да, но если посмотреть, то здесь в основном противовоспалительный эффект за счет кислот, да, то есть может очень сухую кожу при ежедневном применении 2-3 раза в день, можно предположить, что через неделю, через 2-3 будет немножко подсушивать, потому что все-таки увлажняющие компоненты есть. То есть, ну, аккуратнее, не 10 раз в день наносить, а гель интенсив регенерация можно наносить хоть 10 раз в день, он только увлажняет, там много гиалуронки, там много алоэ, там ромашка календула, там хитозан, бета-глюкан, там 5% депантенола, 5, так же, как в бипантене, в пантеноле и так далее. То есть, смотрите, препараты Гильтек заменяют аптечную продукцию. Если вам пациент скажет, не, нифига, я лучше в аптеку пойду, я лучше аптечную куплю, аптечная, безопасно. Вот это самое такое, как сказать, опасное заблуждение, что аптечная продукция, она безопасна. Так же, как то, что натуральная продукция безопасна, это вообще неправда, так же и аптечная продукция ни разу не безопасна. В бипантене, в пантеноле, там не очень качественный состав самого основного, вот этих 95% вокруг депантенола. Не очень. Не самый лучший крем в мире. Не самый, далеко не самый. Остается пленка, будет кометогенный эффект, и в принципе, кроме пантенола, там ничего нет. Там ничего нет полезного. В геле интенсив регенерации все полезное. Там, куда ни плюнь, везде сплошная полезность. То есть, кроме 5% пантенола, там еще очень много всего. И, соответственно, в комплексе они заживляют раны, причем можно прямо на рану сразу наносить, на кровоточащую рану. Там, если даже порезался бумагу, прямо на порез наносится и заживает порез за 2 дня. А вот, например, там... Ну, а так обычно неделю точно болит палец. То и дольше. Еще и воспаляется. Соответственно, при розации, если очень сильное воспаление и очень сухая кожа, то препарат выбора будет геле интенсив регенерацией. Если вы хотите поподробнее про него послушать, есть отдельное видео где-то на ютубе. Ну, оно уже старенькое достаточно. Понятно, что мы каждый год умнеем. Но можно просто четко только про него посмотреть. Это очень хороший заживляющий противовоспалительный препарат и увлажняющий. У меня вот все, кто с розацией, они его обязательно имеют дома. И часто пользуются, когда пересушивается кожа. Это бывает тоже по разным причинам. Даже стресс может вызвать дегидратацию кожи. То они возвращаются, например, к интенсив регенерации, либо всегда им пользуются. Вот. То есть, вот запомните, 4 средства, которые... Именно сыворотки, которые прям идеальны при розации. Но у каждого есть свои нюансы. И вам нужно ими как бы жонглировать. То есть, назначать, может быть, одно, может быть, два одновременно. То есть, одно утром, другое вечером. Ну, или друг на друга можно наносить, в принципе. Так как это не кремы, не жирные. Сверху них можно при сухой коже наносить увлажняющий крем, либо солнцезащитный сутрокрем. Вот. Так. Кристина спрашивает. Угельтек вышел мус для умывания. Подойдет ли для кожи с розацией? Он подойдет. Он достаточно нежный. Но, смотрите, вопрос в дозе. Всегда в умывалках вопрос в дозе. Потому что остальные средства, дозу, ну, она примерно одинаковая. Да, вы не можете прям сильно переборщить с тоником. Да, ну что, ну, умойтесь вы им. Вы не можете переборщить с сывороткой, но она скатается. Да, ну, вам придется тоником смыть то, что слишком много. Вы можете переборщить с кремом, да, будете блестеть сильнее. Ну, вы это сразу поймете и в следующий раз возьмете поменьше. Или вам подскажет косметолог, когда вы, ну, в смысле, когда пациент придет и скажет, что-то я блещу. Вы спрашиваете, а сколько вы берете? Он берет много, потому что себя любит. Вот. А надо чуть-чуть. Так вот, с умывалкой тоже надо чуть-чуть. Не надо, чтобы вот весь был в пене, как снеговик там или Дед Мороз. Нужно размер пенки брать где-то с лесной орех. То есть вот если объем, то вот, ну, вот такое немножко. Там с нокоть большого пальца, не больше. Не вот такую пену на, как бы, набирать. То есть это будет неполное нажатие на поршень. Так же, как и гель очищающий. Если его пять раз нажать, это будет перебор. А если десять, то вы засохнете с одного раза. И скажете, фу, какое ге. Вот. Что-то вообще не подходит. А дело не в не подходит. Потому что, кстати, в наших очищающих средствах еще тоже очень много противовоспалительных компонентов. Поэтому, честно, ну, можно пенку тоже попробовать. Там она пахнет вкусно. Она пахнет вкусно, да. В принципе, умывалка самое главное, чтобы была не жесткая. Потому что она все-таки на лице не так долго содержится, находится, да. И мы, соответственно, ну, не сильно будем как-то ухудшать или улучшать состояние кожи с помощью умывалки. Да. Если посмотреть состав пеночки, да, не все, наверное, знают, что у нас вот вышел очищающий мусс с алоэ вера. Да, вот. То есть там тоже депантенол и алоэ вера. Ну, еще фукагель. Смотрите, фукагель, что такое? Это не от слова фу. Вот. Это гелеобразователь, который улучшает микрофлору кожи в том числе. Микробиом кожи. Так вот, то есть алоэ, да, приятно. Депантенол. Так что этот мусс будет тоже отлично вообще для такой кожи. Главное брать его чуть-чуть. Он будет и макияж смывать, он хорошо смывает. Если вдруг начнет сушить, то надо либо реже его использовать, либо еще уменьшить дозу. Вот. Так, еще давайте какие-нибудь вопросы. Сейчас могу напомнить, например, какие средства, что в составе геля очищающего. Что в составе? Тоже алоэ вера, гомомелис и зеленый чай. То есть гомомелис, он успокаивает сальные железы немножко. Он их, ну, не так они активно вырабатывают. Вот сало. Тоже алоэ. Ну, у нас везде алоэ, мы его любим. Лосьон очищающий вообще хорош, потому что это умывание без воды. То есть если очень пересушенная кожа, то лосьон очищающий, он прям спасает очень хорошо. И в нем тоже очень много противовоспалительных компонентов. Там тоже пантенол, там тоже ромашечка, гомомелис, календула, зеленый чай. Вот, то есть смотрим, ну, вот алоэ нет. Здесь алоэ нет. Потому что алоэ у нас в виде геля и в жидкости, ну, вот хотя в тонике есть. Здесь вот немножечко он по-другому сделан. Жду вопросы. Смотрите, я не останавливалась особо. Ну, то есть я рассказала, да, что розация вот она такая непонятная. Дело в том, что действительно неизученная, ну, до сих пор четко, ну, в принципе, как и акне. Но акне больше изучено, потому что акне страдает больше людей. Сразаться вообще сложно. Четыре типа, они все разные. Они не всегда связаны друг с другом. Даже чаще всего они вообще не связаны друг с другом. Это как отдельное вообще заболевание. У каждого человека свои предпочтения по лекарственным средствам. Абсолютно бывают разные домашние уходы, разные, в принципе, уходы, да, косметологические, разные процедуры. Но вот у нас вот лазер на красителе, да, которым удаляются ссуды, я увидела очень хорошие результаты. Есть лечение тоже разными препаратами. Сейчас тоже, как вы видите, и антибиотики, там, ретинол тоже используется для лечения наружные средства. У нас пока в гельтеке нет с ретинолом средств, ну, с ретинолом в нормальной такой дозировке рабочей. Но мы сейчас, ну, тестирование у нас проходит. Мы очень хотим выпустить такую эмульсию с ретинолом легкую. Она будет тоже приразоваться очень хороша, но там нужно ожидать результатов где-то через полгода, потому что ретинол – это препарат, который действует долго. То есть должен эффект накапливаться. Опять же, ретинол тоже фотосенсибилизирует, то есть им надо аккуратно. Ретинол может вызывать ретиноевый дерматит. Он может сушить кожу, он может сушить глаза, он может сушить слизистые. Поэтому есть просто способ лечения, как ретинол даже внутрь, ну, изотретиноин внутрь. Но это при тяжелых прям формах понятно, что просто красное лицо не надо так лечить, потому что обычно становится хуже. Были у меня пациенты, которым назначали ретинол и получали именно побочные эффекты, из-за чего становилось хуже, сильно хуже. Да, то есть нужно это понимать и всегда контролировать, чтобы не перешло в сухость, чтобы не перешло в раздражение, чтобы не начался ретиноевый дерматит. Вот. Но я надеюсь, когда выйдет сыворотка, то тогда можно будет обновлять вебинар по паразациям тоже. Так, вот, мне рекомендовали аптечный препарат Розамет, но не очень понятно, как его совмещать с уходом, в какой момент. Смотрите, Розамет – это крем, соответственно, вы наносите его последним. Вот и все. Так как он содержит метронидозол, вообще очень интересно, потому что есть сведения о том, что при приеме метронидозола внутрь, и, наоборот, он может вызывать эритему лица, покраснение лица, то есть ухудшать состояние розации, при этом действительно розации им лечатся. То есть вот даже в логике как-то нелогично, но работает, но лечится. Попробуйте именно вместо крема на ночь. Потому что утром все-таки нужен солнцезащитный крем. Если вы Розамет нанесете, во-первых, он фотосенсибилизирует. И выйдя на улицу, а там солнышко, вы можете получить ухудшение из-за солнца. А крем, а сверху еще солнцезащитный, у вас будет слишком толстый бутерброд, и оно будет, ну, скатается там, короче, ляжет криво, будет не то. Поэтому Розамет на ночь. Ну и попробуйте из наших сывороток. То есть под него можно, если Розамет назначили, то, скорее всего, у вас подозрение на Демодекс. Да, значит, берите Демотен под него. Они не будут конфликтовать совершенно. То есть нельзя сказать, что Розамет хуже станет работать или Демотен хуже станет работать. Вы, соответственно, умылись, протерлись тоником, в зависимости от того, кожа какая у вас, жирная или сухая. То есть если жирная, то с алоэ, если сухая, то с гиалуронкой. Дальше наносите Демотен. Причем Демотен можно даже на веки наносить, он совершенно не раздражает кожу век. И потом наносите Розамет. Ну, это вечером. А утром на Демотен наносите солнцезащитный. Вот. Если у вас при этом жирная кожа, то Розамет вам не понравится, потому что он крем. И у вас будет это потеть, будет это стекать, будет неприятно. Тогда можно попробовать Митрогил гель, но он скатывается. Он не такой хороший гель, как гельтековские гели. Ну, по консистенции он не так хорошо ложится и скатывается. Но тоже его использовать только на ночь. Так, еще есть какие-то вопросы? И если у вас много папул и много сосудов, даже папулы, ладно. Папулы, они то приходят, то уходят. И они уходят без следа, в отличие, кстати, от акне. Потому что после акне есть постакне. А после Розация нет никаких последствий. Она вздулась, и она вздулась назад, и нет ее. А если у вас получилось найти лечение правильно, да, вот тот же сыворотку стопакны можно использовать. Смотрите, но если у вас есть расширенные сосуды, много, как... Где тут страшная картинка? Как вот здесь, то этот убирать надо лазером. Не бояться, никаких побочных эффектов не будет. Максимум, какой побочный эффект, это синяк, маленький. По размеру сосуда, чуть-чуть пошире. Соответственно, не пренебрегайте этим лечением, потому что внешний вид сразу же улучшается. Сразу же. И вы точно так же, ну, лечитесь дальше домашними средствами, все точно так же, просто уже выглядите лучше. Потому что вот такие сосуды, они сами по себе ни на каком лечении не уйдут. Лечение это чтобы не ухудшалось. То есть это не совсем лечение. Это препятствие ухудшению, скажем так. Так же, как от диабета нет лечения, да, так и здесь. Лечения нет, есть только средства, которые улучшают состояние кожи. Так, ну что, давайте еще какой-нибудь вопросик. На 2 часа уже. Просидели. Если нет вопросов, то будем прощаться. Если есть, вы сразу пишите, потом допишите оставшуюся часть. Давайте, Евгений, не по теме. Что вам еще рассказать хорошего? Есть еще такой препарат SkinCup. Там цинкоперитион, действующее вещество. Он тоже хорошо помогает при популезной форме розация. Но к нему есть привыкание и синдром отмены. То есть на него нужно смотреть, как на глюкортикостероиды. Кстати, глюкортикостероиды при розации противопоказаны, резко противопоказаны, абсолютно противопоказаны, потому что они вызывают розация. И если вам кто-то неправильно поставил диагноз, или не доктор, а просто соседка посоветовала, или кто-то посоветовал глюкортикостероидами, ни в коем случае, если вы сейчас на них прекращайте, только не резко, а сначала неделю через день, потом неделю два раза в неделю, потом один раз в неделю, пару недель, и потом уже слезайте. Так вот, препарат SkinCup тоже хорошо помогает, но синдром отмены, как только вы прекращаете, у вас высыпает сильнее, чем было до. И это, ну, немножко страшно, во-первых. Во-вторых, никак не лечится, потому что кожа привыкла к SkinCup. То есть с ним тоже очень-очень аккуратно. Либо вы садитесь на него и не слезаете, да, и непонятно, как слезать, честно говоря. Вот, либо вообще не применяете. То есть или очень-очень аккуратно, одноразово, типа раз в неделю, там или только когда высыпает. То есть очень-очень аккуратно. Если вы уже на нем, и, ну, тогда вы решаете, либо продолжать на нем сидеть, да, пожизненно, потому что, в принципе, крем там приятный. Там хорошая текстура крема самого. И, в принципе, ну, я не видела побочек. Я не вижу ухудшения на нем. Но если вы будете с него слезать, то очень-очень аккуратно, урежая прям по чуть-чуть, по чуть-чуть. То есть растягивая это на два месяца, вот это вот потихонечку снижение дозы. Как с глюкокортикостероидов. Так. Связь между розацией гель стопакна. Стопакна содержит азилейновую кислоту 10% и салициловую кислоту, которая помогает при розации. Соответственно, можно использовать вместо скинорена. Салантра, да, подойдет. Я, честно, не вела своих пациентов на салантре, поэтому я не знаю подводных камней. Потому что в инструкции не написано никаких подводных камней. В скинкапе нет. Тоже не написано, что есть синдром отмены. Это уже только пациенты уже на своей шкуре определили. И, ну, то есть, так как у нас есть теперь интернет, чатики там и все вот это, то это именно отзывы пациентов. В том-то и проблема. То, что сейчас препараты... Смотрите, на любой препарат смотрите с точки зрения маркетинга. Если о нем кричат на всех щелях, из всех щелей, значит, что-то здесь не так. Вот. И нужно делить все на 100, на 10 и очень-очень аккуратно экспериментировать. Сами с собой вы экспериментируете или над своими пациентами. Но нужно очень аккуратно подбирать препараты, не назначая каждый день. То есть, гельтек можно назначать каждый день. Здесь нет ничего сушащего. Здесь аккуратненько надо только вот с антикуперозным гелем и с энзимной маской. Все. Это просто два активных препарата, которые могут вызывать небольшое раздражение кожи при очень чувствительной коже. А при розации она чувствительная. То есть, вы смотрите нормально или краснеет лицо. То есть, окраснеет лицо. Все. Вы тогда не делайте это, пока вы кожу не приведете в норму. Вот у меня есть пациентка, которая обходит кучу врачей. Она с несколькими дерматологами вместе, значит, лечит розации. То есть, это всегда эксперимент. Я как раз рассказывала. Да, вы сходили уже к куче врачей ко мне второй раз. Но не верьте вы нам. Мало ли что мы говорим. Вы смотрите по своим ощущениям. Вы эксперимент проводите. Потому что у каждого врача свой опыт, свой пул больных, свои препараты. Кто-то только на аптеке работает, кто в КВД, допустим, дерматолог, косметологи. Они знают еще другие, ну, разные косметические линии, да. То есть, фармацевтику. Вильтек это фармацевтика. Вот четыре средства, которые заменят аптечные. Действительно могут заменить аптечные. Демотен заменяет метрогил, ну, вот, метронидозол. Стопактный заменяет азелаиновую кислоту. Что у нас? Гель интенсив регенерация заменяет депантенол. Антикуперозный гель заменяет все остальное. Все препараты, на которых написано, значит, ну, типа, борьба с куперозом. Вот. Да, Евгения, запись будет. Поэтому про салантру, посмотрите, я ее пока не, ну, у меня нет пациентов, которые на ней долго сидят, которые ее отменяли, которые видели результаты. Поэтому я пока ничего про нее не скажу. Вот я, смотрите, еще есть препарат токролимус. Токролимус, пимикролимус, или дел, по-моему. Сейчас, чтобы, а то я уже немножко запуталась, сейчас я проверю. Сейчас, секунду, чтобы вам не наврать. Да, пимикролимус или дел. Есть врачи, которые при розации назначают его. В принципе, он назначается и при различных других дерматозах кожи, там, при псориазе, например. При псориазе он назначается, чтобы слезть с глюкокортикостероидов. То есть это препарат, который придумали не для розации. Он придуман для псориаза, для различных больных с тяжелыми аллергическими дерматитами, там, аутоиммунными дерматитами. Вот, короче. Это тоже... Вам могут сказать, это лучше, чем глюкокортикостероиды. Он классно убирает воспаление. Да. Но с него тоже очень сложно слезть. Вот проблема в том, что с гильтек слезть вообще нет вопросов. Можете перескочить на любую другую марку, если вам так захочется. Если вы работаете на многих марках, гильтек можно спокойно с ними сочетать. Там, что угодно делать. Хуже не будет. Ничего, нет привыкания. К токролимусу и пимикролимусу есть привыкание. Поэтому очень аккуратно. Это очень сильный препарат. Да, он может дать сразу клевый результат. Но как вы будете с него съезжать? Потому что он забивает иммунитет. И могут быть побочные эффекты. Тоже. Всегда смотрите во всех препаратах аптечных побочные эффекты. Потому что обычно всегда фотосенсибилизация, куча дерматозов, куча раздражений, куча сухости и куча всего. Поэтому очень-очень аккуратно. Отличный вопрос, Сыроида. Гели, о которых мы сегодня говорили, как они на лице ощущаются? Подсыхают, тянут, не тянут, липнут, не липнут. Комфортно ли обезвоженность оборения чувствительной кожи с эритоматозной стадии розации? Очень комфортно. Смотрите, чувствительная кожа с эритоматозной стадии вы берете из умывания, либо умывания без воды, то есть лосьон очищающий. Либо можете, не знаю, мицеллярку, допустим, биодерму для чувствительной кожи розовую. Тоник с гиалуроновой кислотой и эластином. Дальше вы наносите гель интенсив регенерация. Если его слишком много взять, он может скатываться чуть-чуть. Это самый плотный, самый такой толстый гель в гельтеке. Но обычно он хорошо ложится, если кожа пересушенная, он впитывается моментально, он не стягивает. И сверху вы еще наносите крем увлажняющий. В креме увлажняющем есть SPF 12. То есть днем в такую полупасмурную погоду или пасмурную вполне нормально. На ночь его тоже можно наносить. Он будет, просто если кожа пересушенная, только гелей маловато. Вы можете, в принципе, использовать розамет сверху на ночь. Но розамет не увлажняет вообще, он сушит. Это крем, который сушит. Просто поверьте, в голове не укладывается, но так есть. Я просто сама долго лечила империоральные дерматиты. Я знаю, что он сушит. Прекрасно знаю, потому что больше года лечила. Маску акваудовольствия обязательно. Можно ее наносить хоть каждый день. Можно ее как слиппинг-маску использовать. То есть вы нанесли гель интенсив регенерации. Это обязательно два раза. И потом наносите еще акваудовольствие. Делайте по ней легкий лимфодренажный массаж. Хотя бы просто вот так. Просто даже вот так. Там ума не надо. Там просто вот так хотя бы. Десять раз вот так. Но только чтобы скользили руки. Вам будет уже хорошо. В принципе, когда кожа пересушена, ее очень легко в домашних условиях восстановить. Очень легко. Но с помощью гельтека. Пока я не познакомилась с гельтеком, а это было в 2011 году. У меня была жутко сухая кожа, пятна, раздражение. Розация, правда, не началась, к счастью. Но по возрасту могла уже через 5 лет бы и начаться. И вот только гельтек. То есть тоник и сыворотка у меня всегда гельтек. Всегда. Я пробовала переходить на другие фирмы, экспериментировала. Она же интересна. Но нет, я всегда возвращаюсь к гельтеку. В принципе, умывалки тоже гельтек. Так. Нет, маска не дает отечности. Ее можно смотреть. Ее можно просто как маску. Берете побольше, наносите густо. Сидите там 30 минут. Можно дольше. Смываете. Потом, соответственно, опять тоником надо протереться. Нанести гель интенсив регенерация и крем увлажняющий. Да. То есть после снятия маски вы все равно делаете опять полный уход. Либо ее можно использовать как слиппинг маску. То есть взять в 3 раза больше, чем обычно сыворотки, которую вы берете. Ну, там, допустим, сколько будет? Ну, 5-6-7 нажатий на поршень. И получается она густенькая, но вы ее втираете именно. Никакого отека она не оставляет. Вот. И пока вы ее массажем вот так вот втираете, там, в течение пары минут, вы заодно делаете себе лимфодренажный массаж. Отечность дает, знаете что? Отечность дает кремы, причем жирные на ночь. Вот они дают отечность. Сыворотки отечности не дают. Но если вы, конечно, не выпьете там пивка с рыбкой. Сыворотку стопакно можно применять с любыми другими брендами и с аптечными тоже. Ну, то есть смысла нет, например, со скинореном ее применять. То есть вы можете скинорен на правой щеке, стопакно на левой щеке. И поэкспериментировать, посмотреть, кто лучше. Да, просто, ну, не все согласятся так поэкспериментировать. Но вы можете, и тогда просто ты не... Продукт, который не стоит 10 тысяч рублей, да, и который экспериментировать жалко. Да, а ты сколько он стоит там? Тысячу, по-моему. Это не те деньги. Ну, причем он действительно очень классный. Он очень классный. Он не сушит, он увлажняет и хорошо заживляет. Сколько дней понадобится на папулу, это очень индивидуально. Даже на скинорене у кого-то с одного раза уходит, а кто-то месяцами сидит на скинорене и не может с него слезть, потому что папулу никуда не уходит. Когда одна ушла, и тут же рядом появилось новое или три. Это очень индивидуально, и такой вопрос задавать, ну, бесполезно. Если вам кто-то скажет, ой, три дня – это вранье. Это значит, что доктор либо не знает препарат, либо, ну, откровенно хочет вам это продать. ПАЖ, честно, не помню. Но он кисленький. Но, там, не знаю, может быть... Я думаю, что от трёх – это четырёх. ПАЖ не как у пилинга. То есть это не пилинг. Помните, я говорила, что подружка у меня с... Не она, я ей пластырь. Очень липкий был пластырь такой специальный. Я его резко дёрнула. И вот такой вот прям достаточно большой, больше, чем ноготь у меня... У неё был ссадина, именно ссадина, которая с укровицы текла. Вот это вот всё. То есть это не просто чуть-чуть. Это было сильно. Я испугалась, что я и шрам оставлю. Причём, ну, рубец большой будет. Не маленький, а большой. И не всегда волосами там можно спрятать. Потому что это на скуле. Вот. Она наносила именно сыворотку стопакно. Хотя я... Ну, может быть, ещё интенсив регенерация, но неважно, стопакно ей не жгло нормально. То есть это ПАЖ, который ещё не пилинг. Всё нормально там будет. Не будет шелушения. Да, да. Как дополнение даже к любым другим кремам можно. Потому что понятно, что если вы работаете на нескольких марках, то их нужно сочетать. И гельтек в этом плане очень классный, потому что его можно сочетать с чем угодно. Нет никаких вообще противопоказаний. Ну, ничего там не происходит. Ничего не происходит страшного от этого. Только дополнение и улучшение. Просто ещё помните, что крем, он не даёт увлажнение. Крем даёт просто окклюзию. Это не увлажнение кожи. Крем нужен, когда увлажнение даёт сыворотки. Только сыворотки. Гиалуроночка даёт увлажнение. Но в креме гиалуроночки не 1%, а 0,001. Зато написано. Поэтому под крем надо обязательно сыворотку увлажняющую. Сыворотка именно гелевая должна быть. Не эмульсия, не масло. При открытых комедонах и гиперкератозе 100 пак на, конечно, можно. Но я бы добавила энзимную маску обязательно. Энзимная маска будет очень хорошо. 2-3 раза в неделю. И опять же при гиперкератозе у нас есть гель пектиновый, который кислый. А кислое на лице. Причём не за счёт кислот. Там нет кислот. Там пектин даёт кислоту. То есть это мягкое. Это, скажем так, натуральное. Это не химическая, жёсткая кислота. Это как с аскорбинкой сравнивать. Есть химически созданная аскорбиновая кислота витамин С. А есть аскорбиновая кислота из ацеролы, вишни, из цитрусовых, из шиповника. И смотрите, как действует. Вы выпили аскорбинку или в шариках, или есть пакетики, целых 2 грамма. И сразу же побежали в туалет. И в следующий раз в туалет вы бежите, уже никакой аскорбинкой не пахнет. То есть вся ваша аскорбинка уже вышла. Сразу. Она сразу же всасывает, сразу же выходит, потому что она не усваивается. Но она усваивается там чуть-чуть. А когда мы берём из натуральных продуктов, но то же самое химическое вещество, только из натуральных, оно усваивается лучше. Вот пектин, он даёт очень мягкую борьбу с гиперкератозом. При этом он не сушит, там есть гиалуронка, он всё равно увлажняет. И крем там не нужен. То есть если есть гиперкератоз, то крем там вообще не нужен. Там только на сыворотках вести. Потому что крем приводит к гиперкератозу. И приводит к комедонам. И ещё и забивает поры. Поэтому посмотрите на этот гель. Он тоже у нас очень старый. Но при этом не менее любимый. Как и Демотен. Потому что у него есть свои точки применения. Вот так. Ну что, будем заканчивать. Это у нас больше двух часов уже. Вы можете свои вопросы присылать. В том числе на сайт гельтека, в почту, в соцсети любые. Потому что он есть и в Инстаграме, в ВКонтакте, в Фейсбуке. Не знаю, может ещё где-то есть. Всегда мы готовы ответить на вопросы. Я, Ирина, без проблем. Поэтому жду вас на наших следующих вебинарах. Запись будет. Запись всегда бесплатная. Всегда на Ютубе полно. Около 90, по-моему, уже вебинаров. Смотрите. Причём смотрите дату. Потому что они в разнобой идут. Подать. Смотрите. То есть, смотрите более новые. Там старые. Всё-таки бывает и устаревшая информация. У нас некоторые продукты немножко поменялись. Чтобы вы не запутывались. Названия тоже меняются. Немножко. Вот. Всё. И до свидания. Хорошей вам недели. Хороших вам пациентов. И здоровья. Хороших вам пациентов. Спасибо. Спасибо.